Итак, друзья, я рада представить вам нашу долгожданную гостью. Прямо с самолета к нам в гости в студию пришла Диана Миро. Мне, дорогая, очень рада, что ты жива-здорова, наконец-то вернулась из Амстердама. Я знаю, что этот город, ну, просто какой-то мега-крут, не понаслышке. Я знаю, что там много всего разного происходило. Очень интересно, как же все-таки прошла конференция Amsterdam Dance Event, и с кем-то успела познакомиться. Привет, Мюзикбокс! Амстердам Dance Event – это событие, которое запоминается на всю жизнь, 100%. Независимо от того, либо ты просто поклонник электронной музыки, либо ты действующий артист или диджей, Амстердам Dance Event – это, знаете, как, не знаю, саммит ООН в клубной музыке, 100%. Именно здесь можно увидеть всех президентов, всех топовых диджеев. Лично я вот в течение всей недели познакомилась с представителями лейбла «Армады» Армена Вамбюрена, с представителем «Блэк Холл Рекордингс», с представителями «Ультрамьюзи», которые в Соединенных Штатах организовывают фестиваль «Ультра». Ну, количество знакомых, ребята, ну, просто зашкаливает. Хорошо, следующий вопрос, скажи мне, пожалуйста, ну, не ведь все артисты ездят туда работать, ну, я имею в виду выступать. И в Амстердаме вообще дозволено многое, и, безусловно, очень интересно, чем еще артисты занимаются там, помимо того, что? Ну, прежде всего, для любого артиста Амстердам Dance Event – это некая бизнес-командировка. Серьезно, многие… Нет-нет-нет-нет-нет, конечно, многие любят расслабляться после 20 встреч в день, все идут вечером в какой-нибудь кофешоп или на одну из многочисленных вечеринок. Но, если честно, всех тех артистов, которых я встречала и которые не играли, например, сегодня, они так вечерочком говорили, о, боже, мне бы Винчика. Мне бы Винчика. Это спать, да. А вот все те, кто ехали целенаправленно тусить, они, конечно, весь день спали, а потом вечером позволяли себе все, что угодно. Все, что угодно, но я думаю, что, наверное, без таких его прямо подробностей. Ну что ж, все это хорошо, я предлагаю прерваться и на секундочку, и посмотреть итоговый сюжет, которым своим клубными руками сделали наши журналисты. Time to go! Поехали! С 15 по 20 октября в столице свободы, искушений и танцевальной музыки Амстердаме собралась вся музыкальная тусовка мира, ведь в этот период состоялась крупнейшая музыкальная конференция Амстердам Дэнс Ивент. Нашу съемочную группу по всему городу коварно подстерегали масштабные вечеринки и разгуливающие по улицам диджеи. К слову, в этом году их сюда, в центр электронной музыки мира, приехало более двух с половиной тысяч. Но мы, конечно же, пообщались с самыми лучшими. Все пять дней мы были одним целым с многотысячной толпой фанатов электронной музыки, которые наслаждались и заново рождались вместе с музыкой. Профессионалы из мира электронной музыки, ивентеры, диджеи, все съехали сюда для того, чтобы обменяться опытом, подписать выгодные контракты и в будущем создать нечто уникальное. Самым ожидаемым событием ADE, конечно же, стала церемония награждения лучших диджеев мира. Как и в прошлом году, по версии DJ Mag, лучшим стал DJ Hardwell. Таким был год 2014. До встречи в следующем году! Вот так, друзья, пролетела клубная неделя в Амстердаме. Надеюсь, в следующем году я обязательно присоединюсь к их делегации Music Box. Ну а сегодня о главных событиях Амстердам Дэнс Ивентов я говорю с Дианой Мира. Встречайте еще раз, Диана, скажи, пожалуйста, для себя лично, ты как музыкант, как вообще провела это время, с пользой или нет? И касательно твоего творчества, я знаю, что ты работаешь западным лейбом. Расскажи нам о нем. Я работаю с несколькими западными лейблами. Среди них есть как немецкие, так и амстердамские, испанские и лейблы со штатов. В принципе, каждый новый трек выходит у меня на определенном лейбле, музыка которого более подходит по формату. Честно скажу, что я из тех артистов-трудяк, которые приехали на Амстердам Дэнс Ивент чисто с бизнес-целью переговоры, 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 переговоры. И, конечно, когда в 8 вечера кто-то из знакомых диджеев, мы познакомились, например, с российской бригадой, это Матисса Садко, диджей Мэкс, Венки Тюнс, когда они звонили и говорили, ну что, идем! Мы так, да, сейчас, сейчас, сейчас я найду внутренние силы второй. Да, идем, куда идем? Идем на спиннинг сэшнс. Идем смотреть на Мартина Гаррикса, Фроджека и других больших топовых диджеев. Скажи, пожалуйста, какие-то романтические отношения удалось закрутить? Ой, это секрет, это секрет. Ну какой секрет? Я бы сказала, что в моей зоне я раскрываю все секреты. Ты должна мне рассказать, роман какой-то завязался с кем-нибудь? Ну ты красивая, девушка, за границей, в Европе. Ты же знаешь, там таких, как наши, нет. Слушай, это, знаешь, это отдельная история. Значит, улица, на которой проходит Амстердам Дэнс-Ивент, вернее, два основных отеля, в которых проходят все встречи, длиной где-то, ну, километр. Из них 500 метров занимают все люди, которые стоят перед этими отелями и сошелазятся, да? То есть они болтают, курят, там что-то обсуждают. И вот представь, из-за этих 500-700 людей, девушек, сколько? 5, 7, 8. Ты как только заходишь в эту толпу, ты понимаешь, боже, в каком мы вообще исчезающем виде, а еще и с Украины, ты же понимаешь, все сразу обращают внимание. Ну, короче говоря, короткие юбки и девушки из Украины, они просто решают, серьезно. Ну что ж, дорогие друзья, в гостях у меня была очаровательная Диана Мира. Спасибо, Диана, за то, что нашу аминутку присоединилась к нам. Жду тебя в гости в следующий раз после следующей конференции, не только. Ну а сейчас логическое завершение нашей милой беседы. Я хочу, чтобы ты нам представила следующую видеоработу, которую, в принципе, насколько я знаю, абсолютно недавно вы снимали. И пару слов о ней и прощание, и представление работы. Этот суперпозитивный трючок, совместный трек, записанный с Мордокс Бастерс, это резиденты одной из самых танцевальных радиостанций. Кису Фэм, да. Кису Фэм, да. А также двух замечательных диджеев из города Мюнхена. Мартини Монро и Стив Моралес. Клип мы сняли в Киеве, поэтому все локации киевские. Сняты они достаточно в новом ракурсе, в новом формате. И нам очень приятно представить Киев и киевскую клубную тусовку в Германии. Отлично! Тогда давайте же посмотрим прямо сейчас. Поехали!